всем огромный привет меня зовут олива на моем канале и да помимо влогов я здесь еще снимаю видео о вязании если вы не знали то теперь вы в курсе если вы также увлечены этим прекрасным занятием то подписывайтесь на мой канал периодически я вам буду рассказывать о готовых изделиях о процессах о ниточках и так далее кстати все видео вязание у меня собраны в отдельный плейлист и уж сейчас можете зайти и посмотреть что я там вещаю и до всех вяжущих кто смотрит только видео о вязании поздравляю с наступившим 2020 годом ура но я еще не подводила итоги за 2019 год поэтому хоу-хоу-хоу начнем видео я построю таким образом что я буду показывать изделие с чего я вязала буду рассказывать понравилось мне или не понравилось а кое-что я уже достаточно много времени ношу кажется что уже года три оказывается я только в этом году это связала но не в этом в прошлом и расскажу также о ниточках и опряже которые мне не понравилось категорически и почему поехали ну и сразу хочу похвастаться вот столько плечевых изделий у меня получилось за 2019 год плюс вот этот свитер который сейчас на мне я подумала что это много чихнула значит правда честно говоря мне кажется что в этом году я связала больше всего плечевых изделий чем за предыдущие годы но в этом году я вязала только для себя любимой ни мужу ни детям я не связала ничего такая я ну я имею ввиду свитера я не связала там пару шапочек было ну что ж мне очень часто нравится вязать именно на себя женские модели что поделаешь вы кстати больше на кого любите вязать на себя или своим дорогим любимым так ну что начнем наверное с самого любимого свитера который у меня случился в этом году это вот этот мой красавчик я с удовольствием его носила осенью и буду носить весной и осенью в этом году потому что получился просто сумасшедший крутым мне он очень нравится мне кажется он очень мне идет освежает вот этот вот светлый оттенок и вязала я этот свитер из замечательной из замечательной пряжи как оказалось это ярнар джинс плюс я впервые использовала эту пряжу я давненько видела что многие вяжут из ярнар джинс просто и когда я увидела вот эту пряжу мне показалось она более удачной для вот этой модели свитера я заказала и не пожалела здесь хлопок с акрилом 100 граммах 160 метров 45 хлопок то есть 55 хлопок 45 акрил ниточка такая вы знаете как будто бархатистая она и в свитере также смотрится как будто он немножко такой бархатный эффект имеет она не жаркая она не прохладно это что-то такое между в отличие от стопроцентного хлопка он мягче вот этот вот джинс он помягче у меня на этот свитер есть видео где я рассказываю как я его вязала сколько пряжи у меня ушло поэтому сейчас останавливаться подробно не буду и я его вязала регланом регланом снизу и он у меня очень классно получился сел прям как влитой я его уже несколько раз стирала никаких капюшков никакой окраски не происходит все замечательно ношу не сел он не растянулся ничего с ним не происходит замечательный свитер замечательная пряжа очень рекомендую советую ее даже для детей потому что она абсолютно не колется очень мягкая не стоит колом как бывает с хлопковой пряжей все очень эластично короче говоря супер отличная пряжа и я связала такой же свитер практически такой же вот такой поменяла немножко цвет сделал такой более бежевый верх и черный низ и здесь я использовала пряжу другую это ализе cotton плюс вот такая пряжа она очень похожа на предыдущую вообще у меня была такая цель сравнить две пряжи понять какая лучше здесь также хлопок с акрилом 100 граммах 200 метров то есть это ниточка потоньше и состав такой же 55 хлопок и 45 акрил что я могу сказать это пряжа ну такой обычной крутки стандартной то есть у нее нет эффекта вот этого такого бархатного но она помягче она еще мягче чем вот эта пряжа чем ярнар то есть она более такая какая-то поддатливая более эластичная такая я тоже на пару раз правда надевал этот свитер потому что я его связал позже чем вот этот зимой их носить не очень комфортно из-за того что здесь очень много дырочек но если надеть возможно какую-то маечку под низ то в принципе будет нормально но я их оставила на весну осень потому что хочется менять одежду и у меня есть такое распределение что какие-то вещи я не ношу осенью и весной а ношу только зимой поэтому понятно что я не ношу зимой вещи которые нашу летом ну короче вы меня поняли да то есть вот эти свитера я оставляю на попозже буду весной их носить и свитер мне кстати тоже очень понравился он очень хорошо сидит он дышит он не жаркий он еще более мягкий но по структуре все-таки моя душа мое сердце ближе к ярнарту мне как-то вот эта нитка понравилась больше она поинтереснее смотрится в изделии поэтому если вы не можете найти ярнарт в принципе совершенно спокойно можно брать и ализе коттон плюс и будет вам счастье тоже можно и детям вязать и себе свитерочки даже лицевая гладь здесь такая вот приличная то есть она там не сильно косит видно немножко рядность чуть-чуть но это на камеру даже больше вот так когда смотришь это не бросается практически в глаза рекомендую ту и другую пряжу поехали дальше ну что ж а дальше я покажу вам свитер который ну не то чтобы мне прям мой самый любимый а самый наверное супер носибельный в этом году как раз латте вот этот свитер я его связала в начале 2019 и носила его и летом и весной и осенью и ношу сейчас зимой он невероятно уютный невероятно приятный и теплый и в общем мне он очень нравится я его вязала регланом уже не помню как сверху или снизу но он у меня получился просто замечательный вязала я из пряжи дропс бик мерина пряжа классная просто супер в 50 граммах там около 70 метров то есть пряжа достаточно пухленькая достаточно такая плотненькая на этот свитер у меня ушло нереальное количество мотков потому что вот этот вот узор он съедает невероятно пряжу мне пришлось даже докупать то есть мне не хватило но по итогу свитер немного после стирок растянулся и в принципе я думаю что я могла бы уложиться в то количество мотков которое купила изначально я его довязала и сейчас он мне даже чуть ниже попы то есть прикрывает вообще все что нужно но с другой стороны это и класс несмотря на то что это меринос он достаточно теплый и когда я его надеваю под пуховик мне тепленько хорошо и не жарко я обожаю такую нежаркую пряжу которая дышит вот такой вот свитерок с одной стороны простой с другой достаточно эффектной и я в нем такая одна больше таких свитеров нет мне всегда это очень нравится в вязании когда ты можешь что-то сделать такое чего нет этот свитер у нас побеждает в номинации самый носибельный и я бы с удовольствием связала себе еще один свитер из такой пряжи ну аналогов очень много есть и бибиби фул да вы знаете то есть ну вот таких вот в пятидесяти граммах от семидесяти до восьмидесяти пяти до девяносто метров меринос их очень много разновидностей но дропс мне очень нравится потому что я его использовала и в шапках и вот связала свитер и очень им довольна он классно стирается он не сильно растягивается он не красится никаких катышков я тоже не замечаю ничего тут я уже его стирала ну очень много раз после стирки он кажется что очень сильно растягивается но потом обратно собирается практически в исходное состояние так что очень рекомендую эту пряжу она мне очень нравится и буду дальше из нее вязать замечательный достаточно бюджетный меринос поехали дальше 2019 год стал очень знаменательным знаете почему потому что в 2019 году я впервые связала летнее изделие из летней пряжи где же ты моя летняя пряжа куда ты от меня убежала куку а ты что делаешь ах вот она спряталась и так в номинации единственная и неповторимая летняя пряжа побеждает Катя Деграде сам вот такой вот красивый прекрасного морского такого оттенка небесно-морского голубого такого оттенка естественно я на этот оттенок и повелась когда купила эту пряжу и пролежала у меня эта пряжа по-моему почти что год тогда я ее купила в восемнадцатом начала что-то там вязать туда-сюда но ничего у меня не выходило не получался у меня аленький цветочек но я взяла себя в руки летом и думаю довяжу потому что пряжа безумно дорогая для хлопка это стопроцентный хлопок думаю надо что-то сваять все-таки цвет шикарный и не выдумывая никаких там самолетов паровозов не изобретая колесо я связала вот такую обычную кофточку обычным таким вот валиком горловина опять же регланчик снизу самый мой такой простецкий удобный способ каким я умею вязать связала и довольная носила некоторое время потому что получилась классная кофточка особенно с белыми джинсами смотрится шикарно да и забудьте с обычными джинсами тоже здесь конечно очень клевый цвет вот он прям настолько выигрышный то есть люди смотрят не на саму модель а на цвет знаете замечательно какой красивый цвет ну реально но у этой пряжи есть огромный минус который прям вот из-за которого я эту пряжу больше не куплю она безумно красится при стирке просто вода вся черная я ее когда начала стирать вот эту кофту я обалдела насколько она отдает цвет я стирала ее всего лишь два раза ну посмотрим что с ней будет дальше я пока не заметила чтобы она как-то полиняла она не изменяется не растягивается ничего с ней не происходит но невероятно красится не замечала чтобы у меня белые джинсы тоже красились ну вот как-то ну и в принципе у меня к хлопку честно к чистому душа не лежит вот к летнему вязанию как-то я совершенно равнодушна наверное к сожалению или к счастью не знаю может быть мне пока что ничего такого не попалось чтобы меня вдохновило ну вот это единственная моя летняя вещь но я ее буду носить с удовольствием потому что по крайней мере цвет мне очень зашел поехали дальше в номинации любимая пряжа на века побеждает естественно альпака силк от брашка альпака силк от дропс не буду долго задерживаться здесь вы знаете что я вяжу вот такие свитера разного цвета у меня даже этим свитерам посвящено целое видео я сейчас вяжу кстати еще один он будет либо в готовых либо в процессах вот буквально скорее всего в процессах за январь за точнее ноябрь декабрь и январь о я такая производительная я обожаю эти свитера честно это вот из разряда любовь любовь прелюбовь я не знаю очень люблю эту пряжу она легкая я люблю ее вязать она такая пушистая для меня абсолютно не колющаяся я ношу эти свитера на голое тело и на маечки в общем и на водолазки и как я их только не ношу меня даже спрашивали Оля что ты вяжешь постоянно одинаковые свитера из этой альпаки слушайте мне так нравится я не знаю я очень люблю их вязать и мне нравятся цвета которые есть у этой пряжи поэтому не останавливаясь на достигнутом я продолжаю вязать пытаясь найти идеальную форму идеальное какое-то решение и вот сейчас я вяжу немножко другую конструкцию вот этого свитера покажу его вам естественно как только доделаю ну это вот любовь на века вы знаете что я люблю эту пряжу вяжу из нее и варежки и шапки даже как-то носки вязала и в общем обожаю мягкий невероятно у меня есть свитер которому по моему уже третий год пошел красный по моему и прекрасно я его ношу и радуюсь у меня перегрелась камера ну что ж продолжаем итак в номинации открытие этого года побеждает свитер связанный из норки и вот этот свитерочек ой немножко он слежался я его связала ну относительно недавно осенью и по чуть-чуть его ношу но я вам могу сказать что норочка для меня все-таки достаточно теплая пряжа хотя и потрясающе эффектная она имеет очень приятный достаточно выраженный пушок такой вот как у приличной ангоры мне кажется она очень мягкая невероятно приятная к телу и теплая я вязала в одну ниточку и даже в одну нитку это очень теплый свитер я такой могу носить только прям зимой зимой потому что иначе очень жарко в помещении в нем тоже достаточно тепло то есть я не очень поняла пока что насколько я бы еще раз связала свитер но например варежки супер шапка да тоже супер но наверное какая-то двойная где снаружи будет норка а внутри какой-то мериносик потому что мне кажется не всем будет комфортно возможно будет где-то почесывать лоб но в любом случае мне эта пряжа очень понравилась и наверное я бы из нее знаете какую кофточку связала которую надевают сверху на какой-то топ то есть можно снять в случае чего если очень жарко а если прохладно накинуть вот что-то такое мне из нее представляется я вам сейчас покажу какая-то норка потому что очень часто спрашиваете какая именно норка вот так выглядит моточек я заказывала эту норочку в инстаграм у девочки к сожалению после того как у меня взломали инстаграм у меня немножко потерялся я не помню как называется аккаунт но сейчас достаточно многие вяжут из нее и магазины продают поэтому я думаю несложно будет найти конкретно вот эта норка она очень классная она не летит когда из нее вяжешь очень классно она перенесла стирку еще больше распушилась ничего нигде там не отвалилось у нее не расщепилась в общем отличная пряжа она мне очень понравилась то есть однозначно да что-то из нее еще бы попробовала связать но скорее всего не шапку это точно хотя многие вяжут очень эффектно смотрится но я боюсь что все таки лоб будет чесаться так же кстати как и от махера но это мое мнение ну что ж теперь то что касается разочарования года такое тоже есть и я это изделие еще не показывала нигде покажу вам первым это вот такой вот жилет жилет вот такой вот жилет с горлом я еще до сих пор кстати не определилась подворачивать его или оставить так как есть вот такой вот жилетик я его закончила до нового года вязала я его из пряжи пио белла вот такой вот суре альпака redone made in italy пряжа очень похожа на drops air за что я собственно ее и схватила мне показалось что она такая же просто мне захотелось каких-то более таких деревенских цветов под рубашку я вязала ее значит пряжа мне не понравилась абсолютно потому что несмотря на то что она действительно очень похожа по своей структуре и по внешнему виду на air в изделии она ложится совершенно не как air то есть абсолютно она какая-то вся кривая косая некрасиво кривая косая то есть вы понимаете есть пряжа которая именно создает рельеф структуру и она выглядит классно а это пряжа она вот выглядит как будто ее давно уже носили как-то вот как-то сваленная какая-то короче говоря по структуре мне не нравится совершенно вообще не держит форму какая-то вот она вся непонятная в общем не понравилось вообще не понравилось я бы наверное не рекомендовала вот эту пряжу вам для свитеров мне кажется нет даже в лицевой глади она смотрится как-то непонятно и вязать ее неудобно как-то она цепляется постоянно в общем я думаю смысл в том что сам вот этот полиамидный шнурок он какой-то очень рыхлый он недостаточно плотный и туда вот набита это суре альпака как-то вот тоже непонятно и короче говоря вы же понимаете что здесь абсолютно субъективное мнение я вам просто показываю как у меня это все леглось в полотне но я буду его носить я его обязательно обыграю рубашкой какими-то джинсами я вот смотрю думаю темные джинсы такие достаточно прямые рубашка темные губы и что-то сюда еще повешу такое поблестящее и я думаю что можно будет его носить потому что он очень теплый так ну что ж по моему это все плечевые изделия которые я связала в этом году их как видите немало ну не будем долго их обсуждать а перейдем пожалуй к шапкам к прекрасным шапкам и начну я с пряжи которые у меня нет в наличии но из которых я вязала в декабре достаточно много это пряжа нашла этикетку это пряжа клаут клоут от инфинити ярн это стопроцентно мериносовая шерсть она изготовлена в перу в 100 граммах 40 метров очень классная пряжа для объемных шапок очень мне она нравится гораздо больше чем вулмане эта пряжа более мягкая она смотрится реально как зефирка у некоторых моих девочек уже по две таких шапки и я думаю что это не предел потому что она действительно классная всего два моточка нужно на объемную шапку с отворотом вяжется быстро носится классно по поводу того что там пилингуется или не пилингуется появляются катышки естественно это стопроцентная шерсть такая достаточно мягкая это ровница такая но они очень хорошо снимаются и нет такого эффекта как у акриловой шапки например когда такие очень неаккуратные некрасивые катышки длинные знаете там все по другому смотрится очень эстетично огромная палитра поэтому кто хочет вязать объемные шапки сдаю вам пожалуйста пряжу шикарную шикарную при соединении нити не нужно там ничего придумать просто ее вот так вот сваливаешь и не видно где она соединяется в общем я обожаю эту пряжу она действительно крутая дальше я покажу шапку которую я ношу очень много очень часто имею ввиду новую шапку это вот такая вот блестящая штучка шапки с пайетками очень очень модны в этом сезоне я думаю в следующем будут тоже она невероятного цвета цвет просто шикарный вы знаете что я обожаю вот этот серо-бежевый цвет он мне идет отлично смотрится я просто в восторге от этой шапки и это просто обычная шапка резинка вязала из очень необычной пряжи которую я больше нигде не могу найти а то ли ее сняли с производства я не знаю это вот такая вот Катя Basic Merida я покупала в Семеновской пряже такой магазин есть в Москве это не стопроцентная не стопроцентный меринос как могло бы показаться из названия меринос с акрилом 52 меринос 48 акрил в 50 граммах 120 метров я обожаю этот меринос на самом деле просто идеальный и для шапок и для свитров так вот пряжа очень мягкая очень классная очень здорово она греет с одной стороны лучше чем стопроцентный меринос кстати более теплая получается цвет потрясающий просто потрясающий стоит кстати как стопроцентный меринос да но я брала из цветов цвета классные но больше не знаю где ее купить в общем связала шапку на шапку ушло полтора мотка и я соединила эту пряжу с каким-то оставшимся у меня махером ализе с пайетками вот таким вот они прям идеально подошли друг другу эти два мотка и я связала шапку у меня осталось еще на одну шапку из такой же пряжи у меня связана вот такая шапочка очень классно тоже смотрится я купила себе новый пуховик такой бежевый и с бордовым шарфом и бордовой шапкой и бордовыми губами смотрится бомбически просто обалденно я прям вообще тащусь как это все выглядит вкусно понимаете ярко не вот эта вот серо-черная палитра а бежевый бордовый шикарно особенно зимой восхитительно выглядит надо нафотографироваться в этих образах или может быть снять видео мой вязаный гардероб зимний я вот думаю и похвастаться всеми этими делами и кого-то вдохновить возможно напишите нужно мне такое снять или нет в общем вот это две мои любви которые я ношу еще с кучей своих других шапок потом я связала два комплекта которые вы уже наверняка видели несколько раз у меня в инстаграм и здесь я их выставляю на продажу но очень хиленько я так выставляю потому что я думаю что я их оставлю себе ну вот честно из меня конечно фиговый предприниматель я вам скажу вот потому что ну они действительно классные комплекты блин чего вот их кому-то продавать я не понимаю вот такая шапка шикарная понимаете на нашу зиму сейчас ноль там плюс один вообще супер шикарный абсолютно бордовый такой какой-то винный шарф меринос стопроцентный меринос это опять же дропс бикмерина но он фантастический варежки ну понимаете комплекты шикарные чего я буду продавать я не знаю в общем вот такой комплект и похожий но без шишечек вот такая белая шапка она вообще роскошная понимаете она смотрится я не знаю вот знаете можно надеть одну шапку и все вот она классная вот она с помпоном и вообще супер и шарф такой же теплый кстати унисекс мне кажется и на мужчину можно такой надеть в общем у меня подобные есть серые у мужа и он ему очень нравится в общем короче говоря два таких вот классных суперских собственно комплекта варежки еще есть к этому комплекту я связала потом естественно я вязала еще из селены варежки носки но вы их уже знаете поэтому я не буду их сюда включать если вы не против так и еще собственно о чем я вам хотела рассказать это тоже открытие этого сезона но в таком в отдельном разделе почему в отдельном потому что в этом году я впервые попробовала носочную пряжу то есть я вязала конечно носки но обычно это была пряжа не носочная а какая-то обычная пряжа и опять перегрелся фотоаппарат так ну ладно так вот по поводу носочной пряжи прекрасные носки у меня связались в ноябре чудесные посмотрите как они переливаются какие они совершенно простые в то же время эффектные я в магазинчике рядом с нами увидела носочную пряжу которая называется лана гросса милл короче какой-то late night вот так выглядит этикетка здесь в 50 граммах 200 метров и состав такой хороший 75 72 процента шерсть и 28 полиамид ну такой стандартный состав для носочной пряжи естественно меня подкупил цвет и наличие и я ни разу не вязала из носочной пряжи и мне очень понравилось мне очень понравилось потому что ну это невероятно круто получилось я их ношу уже вот собственно ноябрь декабрь сейчас январь я их регулярно ношу стираю они выглядят замечательно ничего нигде опять же там не порвалось не разошлось люрикс не повылазил единственное я могла бы их немножечко повыше сделать мне кажется ну и так нормально от каждого моточка у меня осталось приглядитесь в принципе из нее даже шапку можно связать потому что она не колется совершенно здесь мериносовая шерсть virgin wool поэтому она не колется очень комфортная но теплая значит так ну что ж вы готовы к эпик фейлу этого года если вы смотрели мои предыдущие видео вы уже знаете что сейчас здесь появится вы поняли да это просто провал прям припровал это какой-то кошмар в общем что мне только не советовали связать из этого маршмеллоу яр на артовском и коврик и для буси значит постилочку и ну подушку естественно разные варианты мне девочки присылали в общем спасибо вам большое я пыталась серьезно это я уже сама видите перематывала пыталась сделать подушку пыталась сделать коврик но у нас дома коврики это не вариант потому что у нас буси этот коврик сразу же пометит в начале хотела я подушки конечно но подушки вязать из этой пряжи невозможно потому что они стоят колом они выглядят некрасиво некомфортно и на одну подушку здесь мало метров я не буду о ней подробно рассказывать об этой пряже единственное что я могу сказать кому надо кому надо вот это вот хотите моток стоит тысячи рублей там даже с копейками я готова отдать за 400 вообще пожалуйста заберите чтобы мне не было так больно от того что она просто лежит кстати был там у меня вариант на даче подвязывать кусты тадам ну вот пошел это такое самое я не знаю такое вот то что на что она может сгодиться в общем пока что эти моточки будут у меня лежать где-то сзади для фотофона наверное не знаю для чего честно провал провал две тысячи рублей просто спустила в унитаз у меня есть такой моточек еще фиолетового цвета да такое случается мне кажется у каждой вязальщицы бывает пряжа которая не пошла не зашла лежит годами и значит думает что же нам из нее связать у меня такой пряжи немного в основном это остаточки в общем-то это все наверное что я хотела вам показать да это вся пряжа по-моему все я показала вам рассказала если что-то забыла то пересмотрите мои предыдущие видео там все есть мне кажется неплохой итог за год я довольна этим годом у меня было очень много видео по сравнению с предыдущим 2018 то есть я наращиваю обороты мне кажется по моим видео видно что мастерство мое тоже немножко растет потихонечку я довольна довольна всем тем что я делаю буду продолжать это делать уже скоро совсем выйдет видео связано за ноябрь декабрь и январь к сожалению в декабре я не очень много вязала к сожалению я просто была занята другими делами ну и заодно немножко отдохнула теперь же я готова вернуться в строй и в этом видео также будет немного процессов которые я уже начала новеньких поэтому будем встречаться чаще я надеюсь я надеюсь итак не забудьте пожалуйста мне написать нужен ли нужно ли видео мой вязаный гардероб как я сочетаю свою вязаную одежду в повседневной жизни как я ношу также также не забудьте поставить лайк пожалуйста подписаться на мой канал подписаться на меня в инстаграм собственно все что от вас требуется в общем я очень рада что я записала это видео вы не представляете осталось только смонтировать и мы уже очень скоро увидимся в новых видео всех целую всем пока до новых встреч до новых встреч